Ну вот, согласитесь, Дмитрию не хватает аккомпанемента. На переднем сидении неплохо бы вписался, скажем, баянист. А если бы еще и с инструмента Михайловского производства, автомобиль этого дуэта был бы назначен заранее на несколько месяцев вперед. Баянных дел мастера в соседнем городке, единственные от Воронежа до Камчатки. Инструменты не просто штампуют, а хвастаются, за 20 лет научились извлекать из них особый звук. К оттенкам прислушивалась Ирина Шудько. Это еще не музыка, но так звучат первые аккорды производства будущего баяна. Скелет инструмента, его корпус выпиливают из бука для большей прочности. То, что внутри костяка с фанеры гнут голыми руками, чтобы получился всего один шов. Такой короб поможет баяну звучать объемнее. Корпус монтируется, все механизмы клавишные. Но мы сделали корпус цельный, и немножко он нам добавил в акустике инструмента. То есть он стал крепче, надежнее, легче, удобнее. Ну, это наше ноу-хау. Модный термин ноу-хау здесь звучит диссонансом. Все оборудование из советских времен. Картон для мехов, например, гофрируют на стареньком прессе. Таких в стране, кажется, больше не сыскать. Затем его обтягивают тканью, приклеивают к рамке и развернись душа. Интересно, что в инструменте все продумано, даже ширина этих полос. Она значительно облегчает работу гармонистам. Принцип, что чем шире барина, тем просто легче. Не растягивай все, вот, не с ума. А поток воздуха, поступающий на планки, больше. А вот Дмитрий на своем станке вытачивает язык баяна. Он фрезерует голосовые планки. Эта работа едва ли не самая ответственная. Ошибешься в десятой доле миллиметра, инструмент может остаться без голоса. Это сердце баяна, это голос баяна. Звучать будут, в них будут ходить голоса, пластинки такие. И будет звучать баян. Голоса баяну ставят тут же. Правда, прежде чем зазвучать мелодично, инструменты издают малоприятные звуки. Станок красный барец здесь без устали штампует ноты. Вот этот кусочек специальной стали может стать и до, и ре, и ми. Главное выбрать правильный шлифовальный камень. Ведь металл звучит в зависимости от его толщины и изгиба. Вот так, к примеру, выглядит готовая нота соль. Отшлифованные заготовки нарезают на полоски и ставят на места. Здесь точно не обойтись без музыкального слуха. Каждая полоска стали, пропуская воздух, должна издать свой звук. Качество настройки всегда проверяют вручную. Тестировать новые баяны собираются исполнители со всей округи. Они по очереди играют любимые мелодии и высказывают замечания. Но чаще всего музыкантам просто не к чему придраться. Он очень держит мех, хорошо и отзывается. И так же эта сторона. Если я возьму, допустим, баяны обыкновенные такие вот серебряные, то у них может быть такое. Я взял звук, а его нет. Если чуть-чуть, тянешь. А этот отзывается моментально, это очень много значит. Такая отзывчивость позволяет играть самые сложные произведения. Александр Васильевич не первый год обучает на уральском инструменте своих учеников. И признается, работать с ним – просто песня. Ирина Шудько, Александр Кожеватов. Главные новости Екатеринбурга. Ирина ШудьбаWhat. Продолжение следует...